Эту актрису обожала вся страна. Такая близкая, понятная многим Наталья Гундарева. Экранный образ скромной женщины в поисках любви плотно закрепился за ней. А хотите, я вам хорошую невесту со слоты? Но мало кто знал, что за кулисами театра вокруг Наташи разгораются настоящие страсти. Актриса без стеснения уводила чужих мужчин. Нередко возникали очень затейливые такие любовные даже не треугольники, а четырехугольники. Гундарева закатывала громкие скандалы и даже дралась с другой прямой театра Татьяной Дорониной. Ой, какая капризная, какая противная. Она там не могла потерпеть, там чего не могла она терпеть. Актриса влюблялась крепко, страстно и часто. У неё было, ну, много-немного, но немало любови. Она влюблялась. А дальше была беда всех хвостбов. По какой причине романы великой актрисы практически всегда заканчивались крахом? Я теперь извините, любви стала осторожная, чтобы опять не влопаться. Озорные веснушки, огромные голубые глаза, кустодиевская фигура Наталья Гундарева была совсем не кинодивой в привычном понимании. Ты мне больше сладкого не покупай. Она мне на фабрике зачертила. Но она смогла стать родной для миллионов советских зрителей. Нашу Наташу в СССР не променяли бы ни на какую Софи Лорен. Мужчины называли её не иначе, как сладкая женщина после роли в известном фильме и просто потому, что она воплощала самые сокровенные мечты о близкой, тёплой, заботливой. Кирюш, Юра мама сказал! Ладно, мама, папа сказал. Была зима, и шёл снег. И закончился спектакль в театре Маяковского. И вдруг открывается дверь, и выходит Гундаревой. И вдруг подходит такой сугроб к ней. Человек, засыпанный снегом. Видно было, что он стоял и ждал. И опускает руку за пазуху. И Наталья на секунду остановилась, но кто знает, что достанет оттуда. А он достает розу. Разве я виноват, что внушаем молодым любовь? О любовных похождениях Гундаревой сейчас слагают легенды. Говорят, что она всю жизнь искала своё женское счастье, но практически все её романы заканчивались тяжёлыми обидами и расставаниями. Наташа мне говорит такую вещь. Она говорит, а ты знаешь, я никогда не верю, когда мне говорят, я люблю тебя. Ты вот на коленях ползи за мной, клянись вечной любви, я никогда не поверю, что человек меня любит. Просто ещё не попался в руки настоящий, но попадётся, попадётся. Когда актрисе было слегка за 30, у неё произошла неприятная история с ухажёром. Жених пришёл на свидание к Гундаревой с цветами. Казалось бы, причина для радости, но Наталья насторожилась. Раньше кавалер ей букетов не дарил. «Наташа, мне деньги нужны. Жене на аборт!» Незадачливый Лавелас раскололся сразу. Он собрался разводиться и не хотел напоследок обзаводиться потомством, за которое ещё и алименты платить. Необходимую сумму Гундарева бросила любовнику в лицо. От шока и обиды отходил потом долго. Беда всех вас, баб. Вы, если влюбляетесь, то безоглядно, уже без ума, без всего. О, бросаетесь в эту пучину, вот, как в омут с головой. И хорошо повезёт, если мужик соответствует этой бурной страсти. Но, может, Гундарева сама однажды упустила того единственного, который мог ей полностью соответствовать? Это Троекуровское кладбище Москвы. Здесь, на могиле Натальи Гундаревой, всегда свежие букеты. Поклонники недоумевают, кто тот таинственный незнакомец, который практически каждую неделю приносит актрисе цветы. Они дружили с самого детства, с самой юности. Ей было 16 лет, ему 17 лет. Сейчас он отказывается от интервью. Актёр Владислав Долгоруков стал первым мужчиной Натальи Гундаревой. Наташа и Владик встретились со всем юными в любительском театре. Оба ещё только мечтали о славе, которую и он, и она получат через несколько лет, но ценой своих отношений. Мы же не просто так, но случайно оказались на одной скамейке в клубе. Все, кто знал эту пару, говорили, там всё серьёзно. Наташа и Владик даже обменялись дешёвыми колечками в знак того, что будут принадлежать друг другу всегда. Он всегда как-то находил возможность подарить ей подарки, какие-то цветы. И всё время её провожал, несмотря на то, что сам жил на окраине города, и ему было очень тяжело добираться, а на такси денег, соответственно, не было. Но юношеские мечты о том, чтобы жить счастливо и умереть в один день, разбились о суровую реальность. Близкие не верили в серьёзность этих отношений. Мама Наташи убеждала её бросить Владика, а родители с его стороны считали Кундареву слишком простой девушкой для их сына. Спустя несколько лет Наташа снова окажется в такой же ситуации. Проиграет её в своём звёздном фильме «Сладкая женщина». «Не буду я в брак. С вами потом не распутаешься». Разрыв стал настоящей трагедией. Возможно, это наложило отпечаток на дальнейшую судьбу Кундаревой. Наталья бросалась с головой в омут отношений и при этом никогда не считалась с чувствами других людей. Она уводила мужей, разбивала пары, а потом и сама оказывалась в одиночестве. И когда говорят о каких-то браках, романах или там о каких-то связях, это всё укладывалось в топку, которая называется профессия. Конечно, я пристрастна к работе. Я подвинута на работе. Это смысл моего, я бы сказала, существования. Может быть, не смысл жизни, но существование – это уж точно. В 1967 году Наташа переступила порог Щукинского училища. Её ждал огромный конкурс, 250 человек на место. Но это не остановило Гундареву, как и проливной дождь, который смыл с неё всю красоту. Многочасовой макияж поплыл, наглаженное платье превратилось в неопрятный балахон, уложенные в прическу волосы повисли прятками. В них было фантастическое обаяние, грандиозная пластика, голос, заразительность, манкость. И зритель был абсолютно покорён этой индивидуальностью. Поговаривали, что индивидуальностью актрисы был покорён и её однокурсник Костя Райкин. Гундарева возмущалась этим слухом. Она не только никогда не была влюблена, но и ни в грош его не ставила. Сам Райкин вспоминал. Она называла меня несчастный сын гениального родителя и относилась ко мне пренебрежительно. Она была непростая. Она могла прикрикнуть, рассервиться. Она была профессией очень требовательной. Но это встало в больших, очень талантливых людей. Развлечение окончено. Пора заниматься делами. После училища Наташа Гундарева пришла в театр Маяковского, где блистала прима Татьяна Доронина и сразу громко заявила о себе не только талантом. Постановщик Андрей Гончаров отныне продумывал программу с расчётом на новенькую. Актрисы не могли ужиться друг с другом. Знакомые Гундаревой не скрывали, конфликт между конкурентками был так силён, что доходило до драки. Гундарева ударила Доронину по лицу. И, в общем, в результате Доронина всё-таки вынуждена была уйти из театра, потому что два медведя в одной берлоге ужиться не могут. Близкие вспоминают, при своей мягкой внешности Наталья была импульсивна. Она всегда добивалась поставленных целей. Будь то новые роли или новые мужчины. Мы хотим мужчины. Чем больше их любишь, тем хуже. После разрыва со своим студенческим женихом Владиславом Долгоруковым, Гундарева недолго была в одиночестве. На съёмках телеспектакта «Обрыв» 25-летняя Наталья очаровала опытного режиссёра, который был на 14 лет её старше. И этот брак в буквальном смысле стал выигрышным билетом для начинающей актрисы. Но вот закончился он трагедией. Наталья Гундарева была одной из самых закрытых актрис российского кинематографа. Она почти не давала интервью и никогда не комментировала личную жизнь. Для меня всё-таки понятие любви выше, чем эротик. Всё-таки любовь, она является основой жизни. А если люди этого лишли, то они глубоко несчастны. И она влюблялась без стеснения. Актёры, режиссёры, даже спортсмены Наталья Гундарева очень долго искала идеального мужчину. А поклонники гадали, кто из партнёров по фильмам лучше всего подходит всенародной любимице. После выхода на экраны этого фильма многие были уверены между Гундаревой и Михайловым роман. Они казались идеальной парой. Домашняя тёплая Наташа и хозяйственный Александр. Ну ладно, я пойду погуляю. Куда вам гулять-то? Уже нагулялись. Пойдёмте. Сам Михайлов уверял журналистов. Она не позволяла к себе подступиться. Она была влюбчива, но не каждый мужчина мог выдерживать рядом с ней вот этот сгусток энергии. Мудрая, спокойная на экране в жизни Гундарева обладала очень тяжёлым характером. И мужчины, влюблявшиеся в неё, зачастую не готовы были мириться с такой Наташей. Первым мужем Натальи стал режиссёр Леонид Хейфиц. Он искал худенькую актрису на роль Марфеньки по экранизации обрыва Гончарова. Но когда на прослушивании увидел задорную толстушку Гундареву, сразу выбрал её. Я увидел девочку, похожую на три солнца, три батона, на три пирога с вареньем. Немножко косолапая, задорная, вся в веснушках. В каждом своём движении она была предельно естественна, искрена, забавна, и это меня совершенно покорило. После проб, забыв обо всём, даже о том, что он был женат, Хейфиц позвонил Гундаревой. Наташа, а можно я приду к вам в гости? С того момента они больше не расставались. Леонида восхищала то, как эта внешняя простушка могла рассказывать сальные анекдоты и вворачивать крепкие слова в разговоре. Зато его мама была в шоке. Почему ты выбрал эту шпану? Наталью не любила его мама. Она говорила, что бывшая невестка, она всё-таки была более душевной, более семейной, а у Гундаревой действительно был очень такой характер непростой. Она там требовала уважение к себе и так далее. Свадьбу гуляли в ресторане Прага. Наталья отказалась от традиционного белого наряда, надела зелёное платье. Хейфетт часто потом вспоминал, какой прекрасной хозяйкой была его новая жена. Наталья прекрасно готовила. Счастливы те мужчины, которые назывались её мужьями, потому что в доме был всегда вкусный обед. Хейфетт ставил спектакли в малом театре. Гундарева строила карьеру в театре имени Маяковского, но хороших ролей ей пока не предлагали. Этот факт омрачал семейную жизнь. Супруг помочь ничем не мог. Принципиальный Хейфетт считал неправильным задействовать жену в своих спектаклях. В 1975 году её всё же пригласили в фильм «Сладкая женщина», после которого Наташа стала всенародной любимицей. Я сейчас налью. Нет, я так. Вы вспомните, как она играла эту сладкую женщину с Олегом Янковским. Ну это вообще... Где такую сволочь найти? Вот такая обаятельная, так хочется целовать её, шамкать её ручками, такая полненькая вот эти её связочки, перекладочки такие. Посыпались предложения от режиссёров, гастроли, съёмки, всё то, о чём она так долго мечтала. И тут Наташа узнала, что беременна. Ейфицу Гондарева заявила категорически «Сейчас я не хочу ребёнка. У меня нет времени им заниматься. Когда-нибудь потом». Супруг возражать не стал. Но это решение принесло обоим боль и страдания. После аборта Наташа больше не могла иметь детей. Просто был момент жертвы, которую она принесла ради сценической деятельности, ради экрана. При этом удивительная сила образа. В представлении миллионов поклонников Наталья была идеальной матерью. после фильма «Однажды 20 лет спустя» по статистике в СССР появилось больше многодетных семей, а после хозяйки детского дома стало меньше детей отказников. А ребенок он помнит. Он помнит и ждет. Гундри вымешками приходили письма со всей страны. Женщины признавались, что глядя на нее, они решились рожать и благодарили Наталью за пример, который она им подала. Актриса этими фактами очень гордилась. Никогда Наташа не обливалась слезами в виде младенцев, которые рождаются там у наших актеров. И вот эти страдания по поводу «Мои детки, мои детки», этого не было никогда. После пяти лет брака отношения с Леонидом Хейфицем стали портиться. Немало проблем создавала его мама. Она любила приходить в гости и наводить свои порядки. Когда она в очередной раз затеяла уборку в их квартире, Наташа не выдержала. Мне это надоело и со слезами выскочила за дверь. Я думаю, там, скорее всего, Леонид не выдержал этого напора и образа жизни Натальи. Ну как, Наташа не могла выйти замуж не полюбив. Если любила, то любила, если не любила, то не любила. Могла послать так, что мало не показалось, а могла любить так, что тоже мало не покажется. Да, ссора не прошла бесследно. Наташа отныне предпочитала пропадать на репетициях и закулисных застольях. У нее появились поклонники и ей нравилось внимание других мужчин. Однажды Хейфис зашел за Гундаревой в театр, увидел, как увиваются вокруг его жены коллеги и подумал, что я здесь делаю? Расстались они, наверное, по причине ее, влюбленности опять же. Она влюбилась, увлеклась своим партнером, она как раз репетировала на сцене для Димака Бетенцинского уезда. Наконец-то я освободилась от этой обузы. В театре за молодым актером Виктором Корешковым плотно закрепилась слава бабника. Но Гундареву это не остановило. Ровно как и тот факт, что Виктор был женат. Ну, это частая такая ситуация, когда значит любовь на сцене или на площадке сценическое или киношное переходит в человеческое. Корешков долго скрывал свой роман с Гундаревой от жены актрисы Натальи Харахориной. Когда тайное стало явным, Виктор соврал супруге, что Гундарева беременна от него, чтобы побыстрее получить развод. Вы так глупы, душенька. Просто невозможно. В одном из интервью Харахорина вспоминала, как страдала из разрыва. Однажды не выдержала и позвонила бывшему мужу. Гундарева сняла трубку. Я молчу. И вдруг она произносит Наташа. Молчу. Гундарева сделала паузу, а потом язвительно так. Дышите глубже. Она хулиганистая была, понимаете, бандитка такая. А эти отношения не принесли Гундаревой счастья. Говорят, что Корешков использовал актрису в своих целях. Хотел получать роли за счет ее авторитета. Да здравствуют вовеки ученые мужи, спасающие тело для подвигов души. Эту женщину долгое время называли разлучницей, хотя Валентина Игнатьева уверяет, что не уводила Виктора Корешкова от Наташи. Он сам сбежал, когда отношения с Гундаревой совсем испортились. Был звонок и я говорю, как Наташа? Привет. А мы разошлись. Я говорю, как разошлись? Ну вот, я говорю, а ты откуда звонишь? Ты из дома? Нет, я недалеко от тебя. После этого, конечно, мы встретились. Валентина Игнатьева дружила с Натальей Гундаревой и даже завидовала подруге, какой у нее красивый и статный муж. Актриса не раз жаловалась, что их отношения с супругом охладели, не подозревая, что Валентина уже крутит с ним роман. Игнатьева оправдывается. У Гундаревой тоже разгорались страсти на стороне. Постепенно уже стали с Витей вместе жить. Он переехал к нам. Ко мне. То есть, он сам ушел от Натальи? Да. Но там произошла у нее уже встреча с Насибовым. И там уже свое плетение началось отношений. Без Наташи карьера Корешкова быстро пошла на спад. Он вынужден был уволиться из театра имени Маяковского. Брак с Валентиной продержался четыре года. Потом они расстались. Опять же из-за его измены. Корешков умер от сердечного приступа, не дожив до шестидесяти. Наталья Гундарева прожила с ним два года и после разрыва недолго страдала в одиночестве. Она уже осознала себя как победительницу. Беру кого захочу и не считалась ни с семейным положением, ни с возрастом своих избранников. Сергею Насибову было 23 года. Его только что приняли в труппу театра Маяковского, когда к нему подошла Гундарева и с ироничной усмешкой поддела новичка. А тебя-то явно взяли не за талант, а за фактуру. Хотя юный актер уже был знаменит после роли в фильме «Школьный вальс». Ты мне только скажи, я все для тебя сделаю. А что ты для меня сделаешь? Все. Ну что? Ты даже не представляешь, Гоша, что я могу для тебя сделать. Абсолютно все. Ради него поклонницы вскрывали себе вены. А тут такое презрение, пусть и со стороны именитой артистки. На выпад Гундаревой импульсивный Насибов, не раздумывая ни секунды, ответил очень резко. Гундарева, не ожидавшая такого отпора, значит, она отступилась и они какое-то время не разговаривали. Вот. Но потом за кулисами как-то они столкнулись, а Насибов, как такой молодой человек, пылкий был, и он совершенно простодушно сказал, боже мой, как ты играла этот спектакль. Вот. Ну тут Гундарева, конечно, растаяла. Наталья была старше на 10 лет и еще состояла в браке с Виктором Корешковым, а Сергей был женат на дочке Льва Дурова Екатерине. Страсть между Гундаревой и Насибовым вспыхнула нешуточная. Она передавала ему через костюмяш любовные записки. Гундарева все время была бесконечный требователь к тому партнеру, который находился с ней рядом. Он должен был ей соответствовать темпераменту, взгляду, поездкам, таланту и так далее. Сергей соответствовать требованиям Натальи не мог или не хотел. Он любил гонять, как сумасшедший на красной Наташиной пятерке. Гундарева кричала от страха и так во всем. Насибов потом признавался, я перегнулся своим темпераментом. Вообще, больше всего в жизни я ценю независимость. Через три года страсти улеглись и Наталья с Сергеем расстались. Но вскоре он эмигрировал в США, а Гундарева, конечно, снова влюбилась. И на этот раз это был непривычный ей треугольник, а даже настоящий любовный квадрат. Ну, обними меня. Ну, что-то как чужой, а? Ну, это же я. Наталья Гундарева любила пошутить по поводу своей фигуры. Хорошего человека должно быть много. И только близкие друзья были в курсе, как переживает Наташа. Она пыталась худеть. Были, конечно, были комплексы, потому что она такая, она тут была в норме, а вот бедра были очень широкие. И вот эта походка, ее немножко такая, как жернова, вот эти мощные бедра красивые, они, в общем-то, ей не доставляли комфорта, безусловно. Может, из-за комплекса Гундарева постоянно искала восхищение в глазах мужчин. Поговаривали, что актрису можно свести с ума, просто наговорив комплиментов. Наташа всегда влюблялась, как мне кажется, с головой и ныряя, повторяя в этот ум. Поэтому у нее было достаточно и разочарования тоже. Практически все романы Гундаревой заканчивались одинаково. Возлюбленный начинал изменять Наташи, хотя злые языки в театре перешептывались. Сама виновата. Любит уводить чужих мужчин. Этот роман стал самым странным и самым запутанным в жизни Натальи Бундаревой. Настоящий любовный квадрат. Она, Анатолий Лоботский, Александр Фатюшин и Елена Мольченко. Этот актер был настоящим любимцем публики. Особенно после роли хоккеиста неудачника Гурина в фильме Москва слезам не верит. Никогда не делайте больше этого, Сережа. Поклонницам нравилось то, что Александр не был женат. Ходили слухи о его связи с актрисой Ириной Калиновской, но до ЗАГСа они так и не дошли. Гундарева называла Фатюшина своим близким другом. В театре же его считали ее запасным аэродромом. Известно, что актер, чтобы сыграть какие бы то ни было отношения, не обязательно любовные, он должен быть влюбленным в партнера или партнершу. Это даже не общее место, а это технология актерской игры. Поэтому я думаю, что у нее было как у всех. Она влюблялась в своих партнеров. Они часто вместе ездили на творческие встречи. Наташа в поездках постоянно с ним нянчилась, следила, чтобы Шуша, так ласково она его называла, вовремя поел, вовремя лег спать, не дай бог не простудился. Саша беспрекословно ее слушался. Достаточно гармоничный у них вот этот дуэт был и юмор одинаковый. Наташа ведь потрясающее чувство юмора было. И тут появилась я. Актриса Елена Мольченко стала той, кто разрушил эту идиллию. В 1985 году ее приняли в труппу вместе с ее молодым женихом Анатолием Лобоцким. Наталья Гундарева тут же положила глаз на высокого симпатичного парня. Анатолием Анатолием спектакль коллеги коллеги Анатолием 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 пытался вернуться ее система существования опять же в профессии в жизни. Елена и Наталья смогли помириться только спустя несколько лет. Тем более, что сам Фатюшин познакомил Наташу с ее новой любовью. Футболист Минаев в те годы был уже именитым спортсменом чемпионом СССР призером Олимпиады. Удар и мяч в сетке в середине первого тайма Александр Минаев забивает этот мяч. Однажды Александр заскочил к Фатюшину в театр Маяковского сели в буфете пригласили за столик проплывающую мимо Гондареву взяли бутылочку коньяка а потом и вовсе поехали в гости к Наташе. Уже ночью она предложила Александру оставайся не поедешь же пьяный. Это была очень страстная любовь и Наталья единственному вот мужчине которому она говорила что хочет от него ребенка это был как раз Минаев. Он конечно выбивался из ряда мужчин которыми увлекалась Гондарева. Спортсмен далекий от богемного образа жизни хозяйственный Наталья очень гордилась тем что была для Минаева настоящей звездой часто говорила ему я твоя первая и последняя звезда я твоя альфа и омега а там она светилась ей было хорошо Гондарева и Минаев прожили вместе полтора года а потом случилась странная история Наталья уехала на гастроли в Венгрию и она узнала что Александр ей изменил и вот этого она ему не простила сам спортсмен уверял его оклеветали мама Натальи не взлюбила Александра и придумала дочке историю что его видели с какими-то барышнями Гундарева пережившая столько измен разбираться не стала К 36 годам Наталья Гундарева разочаровалась в любви череда пустых романов и браков не принесла ей счастья ради профессии она пожертвовала возможностью стать матерью Наташа прекрасно понимала что молодость уходит поклонники льстят чтобы получить роль а настоящей любви в ее жизни нет ей стоило так пальцем поманить а она жила с ощущением вот на коленях ползи за мной клянись а я все равно не поверю спасение от одиночества Гундарева искала в работе она много снималась играла в театре несмотря на то что с детства страдала от болезни сосудов которая провоцировала повышенное давление и кто никогда не слышал от нее жалоб на неудавшуюся жизнь если даже происходят какие-то события которые омрачают нашу жизнь то проходит время и из этого периода омрачения мы все равно вспоминаем то что было хорошее и в этот тяжелый период в жизни Гундаревой появился тот самый мужчина который смог дать ей все что она так долго не искала с Михаилом они были знакомы практически с первого дня ее работы в театре он был женат на дочери всесильного Юрия Андропова а Наталья обращала внимание на совсем других мужчин ну как-то так получилось что он был несчастен в своей женизьбе она была в личной жизни тоже как-то в общем непрекаянно несостоявшаяся в свободном полете и вот на кастролях они как-то иначе взглянули друг на друга в начале 80-х Филиппов не был так популярен как Наталья он сыграл небольшие роли в нескольких фильмах на сцене тоже не блистал но Гундареву Михаил очаровал не своим статусом она впервые поверила мужчине а Наталья не ребенок она поверьте чаще и глубже размышляет чем мы своим им приходилось скрывать свой роман еще бы Гундарева перешла дорожку дочери председателя КГБ который вскоре стал генеральным секретарем партии Филиппов вспоминал как Наташа звонили с углублами подкладывали под дверь иголки с солью но 9 февраля 1984 года Юрий Андропов умер В этот же день Михаил Филиппов открыто заявил о своих отношениях с Гундаревой конечно отношения с дочерью Андропова Филиппова тяготили и то что разрыв был обозначен вот с таким вызовом именно в этот день вот взять умер все закончилось поставим точку близкие вспоминают что с ним Гундарева стала намного спокойнее вместо привычных театральных посиделок актриса теперь спешила домой к Мише мы были с моей женой у нее в гостях невероятно уютная квартира на навесочке посудка чистенько салфеточки Наташа вся бегала готовила на стол смеялась шутила вот она на мамашем день рождения кудри бьет кудри ой красивая она так смотрела на Мишу а он так смотрел на нее как будто она пошла танцевать и он так как будто как собаку куском мяса куда-то повело повело и я говорю Миша скажи как вы как вы счастливы она говорит ну это я не знаю как тебе сказать я наверное только мог бы об этом мечтать и я имею это счастье понимаете Гундарева уже готовили на должность нового художественного руководителя театра когда произошло непредвиденное инсульт актрисе было едва за 50 говорили что причиной стал образ жизни Наташа очень много работала и жила на пределе у нее часто скакало давление с собой актриса всегда носила большую аптечку во время спектаклей Гундаревой вызывали скорую врач стоял за сценой держа шприц на готове приезжала скорая помощь которая говорила вы с ума сошли у вас давление зашкаливающее просто немедленно прекращайте съемки она могла выйти выпить там рюмочку паника чтобы сосуды успокоились и продолжала она говорила что я не могу подводить но за кулисами обсуждали другую версию однажды Наталья Гундарева пропала на какое-то время с экрана а потом появилась резко похудевшей и помолодевшей она как и все актрисы боялась возраста боялась того что окажется неинтересной режиссером поэтому решилась на пластическую операцию и организм не выдержал наркоза и вот этот инсульт и когда мне позвонил наш нейрохирург который вел Колю и сказал что к нему привезли Наташу и что он не будет делать операцию поскольку шансов никаких нет если я сделаю операцию она ей будет хуже актриса восстанавливалась целый год и рядом все время был Михаил он помогал Наталье заново учиться ходить и говорить ее муж он был в больнице каждый день практически вот он приезжал вечером после работы тоже приезжал очень заботлив к нему это относился и видно что это очень-очень хорошая пара любящая пара думаю что инсультом бог просто меня остановил ведь долгие годы я не жила а просто существовала в режиме безумной гонки через силу вставала каждая отраспостели накачивала организм кофе и никотином действия мои были пустыми лишенными внутреннего смысла все были уверены что Наташа скоро снова вернется к работе актриса не показывалась на публике стеснялась своего вида но втайне учила новые роли они с Коленькой решили сыграть общий спектакль они нашли какую-то итальянскую пьесу не без помощи Миши и решили ее делать эту пьесу в тот роковой день в декабре 2002 года Наталья Гундарева вышла с мужем прогуляться поскользнулась и ударилась головой о землю ее состояние резко ухудшилось о работе в театре больше не могло быть и речи она боролась чтобы встать чтобы не быть овощем конечно ну как представляете при ее вообще жизни энергии сумасшедшей бешеной такой просто не знаю цунами энергетической и вдруг оказаться лежащей без движения для нее это было конечно очень большим стрессом осенью 2004 года самочувствие Натальи Гундаревой резко ухудшилось а 15 мая 2005 года актриса не стала всегда и везде мы живем либо в прошлом цепляясь за воспоминания либо в будущем а вот настоящее от нас незаметно исчезает но ведь каждый миг жизни имеет свою уникальную ценность а потому во всех испытаниях даже в горе всегда ищите счастье и радость Наталья Гундарева всю жизнь искала счастье переживала разочарование разбивала семьи и сама становилась жертвой измен актриса все же нашла свою любовь но годы безумной гонки отняли у Натальи здоровье и та которая создавала вокруг себя круговорот страстей тихо угасла рядом с единственным мужчиной который был уверен ей до самого конца